Приветствую вас. Слова о том, что вас фактически могут использовать. Слова о том, что вас фактически могут, условно говоря, не любить себя, а вот как-то относиться к вам потребительски, мне кажется, не особо эффекта. Потому что если бы вы были чувствительны к таким словам, то вероятно не стали бы вступать в такого рода отношения. Раз вы вступили, значит, слова вам скорее всего такие не будут для вас эффективны. Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, что вот то, на что нужно обратить внимание вам, это то, что с вами происходит. Вот. То, как вы реагируете на вот то, вот то, что происходит между вам, да. То есть, что в этих отношениях вы чувствуете, что в этих отношениях вам хочется, вот. как в этих отношениях вы себя ощущаете, вот. Как вам хочется, может быть, себя ощущать и так далее. Вот. То есть, это вот такой, на мой взгляд, достаточно важный момент, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. То есть, по сути, если, если, как бы, ну, немножко усилить то, что вы пытаетесь сказать, если немножко усилить то, что вы пытаетесь сказать, то вы пытаетесь говорить о том, что женщина, с которой, с которой, с которой вы, ну, вот, в отношениях, да, находитесь, она, эта женщина, вызывает у вас ощущение непринятие. Потому что ведет себя вот таким образом, что вас это ранит, вам от этого становится больно, вам от этого становится тяжело, вам от этого становится неприятно, вам от этого становится больно, грустно. Ну, скорее больно, да, понятно, что скорее здесь речь идёт именно про боль определённую. Ага, и вопрос, который вам нужно себе задать, как мне кажется, заключается в том, что я с этой болью делаю. То есть, ну, вот я чувствую боль и что дальше происходит со мной? Что дальше происходит со мной в контексте этой самой боли? Вот позволяю ли я, например, своей боли, когда проявляться, допустим, ну, допустим, в взаимодействии. Да, вот. На мой взгляд, таким образом я бы сказал, что вы себя не очень так принимаете. Вот. Ну, по моим ощущениям, вы себя не принимаете. Вот. и я бы сказал, что это чуть-чуть вот другой человек, в данном случае это женщина. Вот она и как бы готовит вам на те самые слабые места, которые вы говорите. Вот. Ну, а чего бы, собственно, и не давить вам на слабые места. Ладно, естественно, почему бы вам не давить, если вы допускаете это, почему бы так с вами не поступать. Вот. То есть здесь, как мне кажется, момент заключается в том, чтобы разобраться в том, что именно вы чувствуете. Да? То есть вот ваши больные места, как вы говорите, больные места, больные точки, точнее вы их называете точкой. Вот. Мне кажется, было бы очень здорово разобраться вам в этом. и понять. Ну, что это такое? Увидеть. Вот. Принять, может быть. Потому что сейчас, по ощущениям, вы это не принимаете. Опять же, я могу, понятное дело, быть не прав. Так. А вот здесь. Вот. Ну, мне видится ситуация именно такой. Ну, в таком контексте мне видится этот момент. Дальше. В позиции отношений, вы скорее находитесь в треугольнике. Кармен являясь спасителем для женщины в углу, но не находясь в ней равноправных отношениях. Вот. Связано это, на мой взгляд, с тем, как вы организовываете ну, свои отношения. То есть, если вы организовываете свои отношения вот таким не очень позитивным моментом, да, если вы организовываете свои отношения вот так, то я бы сказал, что мы умеем делать с проблематикой, к сожалению. Вот. Конечно. 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 Вы можете это отрицать. Я ни к чему вас не принуждаю, но хотел бы, чтобы вы просто вот обратили на это свое внимание. Потому что, как мне кажется, это достаточно, достаточно важно. Как мне кажется, это достаточно важно для вас, чтобы, ну, чтобы вы поняли, чтобы вы увидели. Вот. Потому что сейчас вы, как мне видится, не очень хорошо отдаёте себе отчёт, в том, что происходит. Не то, чтобы вы, ага, прямо, вот, должны это делать. Но, тем не менее, для вашего лучшего состояния, для вашего лучшего самочувствия, мне кажется, это необходимо. Дальше. Вы говорите, что не знаете, как поступить. А честно говоря, честно говоря, по моему мнению, вы здесь немножечко похитрите и пытаетесь перебросить ответственность за то, что касается лично вас, на нас, на плечи терапевтов. Мне кажется, это далеко не лучшая и неказ конструктивная ситуация позиция, потому что так вы свои проблемы не решите, на мой взгляд. Вот. И, соответственно, вам необходимо учиться доверять себе. Чтобы это сделать, прямо сейчас вы можете пытаться сделать следующее. Вы можете представить, что именно, с чем конфликтуют. да, то есть, вот, противоречие, из чего оно состоит, что составляет противоречие, что составляет его, его основу, основу противоречия. Вот. Постоятельно соответствуйте себе на этот набор, это важно. и когда, если вы это делаете, вот, то, мне кажется, у вас будут все, все, все шансы на то, чтобы понять, что в этом контексте вам хочется, ну, в контексте, вот, взаимодействия с этим человеком. Потому что, ну, я думаю, известно говорить, что она не изменится, что ей так выгодно, что ей так хочется, хочется, вот, что ее в целом вообще все устраивает, ей все нравится, вот, и менять она ничего не будет. Вот. Почему? Да, потому что, зачем? Вот. Если есть, там, условно, вы, и вы сделаете для нее все, что нужно. До этого была, например, мама, вот, которая делала, ну, на наверное, наверное, опять же, наверное, я не знаю, которая, наверное, делала то, что делаете вы. Ну, то есть, я имею ввиду, там, содержание, там, и прочее, 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 как бы. Вот. Поэтому, я думаю, что до тех пор, пока, ну, вот, окружающие люди, да, в том числе вы, будет подкреплять ее вот такое поведение, вот, ее такое отношение к себе и к окружающим, то смысл меняться тогда есть. А если она не изменится, она не изменится. Вот. Ну, что возникает вопрос к вам, да, вот, насколько вы готовы такой ее принять, не меняющейся. Вот. То есть, ну, с ее истериками, вот, и с такими вот особенностями, которые не плохие, ну, нужно думать, что это плохо. Просто, быть может, вам, это не совсем, а, приходит просто. Вот. То есть, тут моменты, тут есть некоторые нюансы, на которые я бы хотел, чтобы вы обратили свое внимание. Ну, просто, вот, всего того, что это важно. Достаточно. Ну, вот, надеюсь, что вам это было, как минимум, полезно. Как минимум. А, как максимум, вы для себя сделаете какие-то выводы. Ну, как максимум. Вот. По крайней мере, мне остается только рассчитывать на, вот, вот, совершенно очевидно, что сейчас вы потеряны, вот, в каком-то смысле этого слова. И совершенно очевидно, что вам нужна помощь, помощь в в том, чтобы учиться лучше к себе относиться, помощь в том, чтобы учиться лучше к себе относиться, помощь в чтобы учиться, видеть себя, чувствовать себя и так далее, я полагаю, по крайней мере. Так, такой ответ можно вам дать с точки зрения стиховой. В этом, пожалуй, я думаю можно закончить мой ответ, вам я хочу пожелать всего самого доброго, вам я хочу пожелать удачи, вот, в поиске себя и своего наиболее подходящего пути, вот, всего вам самого доброго и удачи, удачи вам.